Нокаута не будет. Сборную России по боксу допустили до Олимпиады в полном составе. Такое решение вынесла Международная Федерация этого вида спорта. Функционеров нет ни единого нарекания к нашим спортсменам. Все заявленные 11 человек едут в Рио. В составе нашей сборной 9 мужчин. Они выступят во всех весовых категориях. Также в нашу команду вошли две представительницы, но не очень слабого пола. Анастасия Белякова выступит в категории до 60 килограмм. А Ярослава Ярушина представит нашу страну в весе до 75 килограммов. И сейчас на прямой связи по телефону выходит Александр Колесников, боксер, секретарь Московского отделения Федерации профессионального бокса России. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я понимаю, что для вас это очень приятная новость. Скажем так, а в чем претензии были? Почему не могли не пустить? Ну претензии, наверное, как и ко всем российским спортсменам. Ну вот, как мы видим, они, слава богу, разрешились. Точно для российской сборной по боксу. Ну, естественно, не для всех, а для тех же легкоатлетов это так хорошо не закончилось. Ну а вот у вас-то вообще никто не попадался на допинге? Или все-таки были грешки? Ну, в профессиональном боксе, конечно, бывают грехи. Ну, как говорится, после соответствующих наказаний боксеры возвращаются. Ну вот, как мы видим, на Олимпийских играх уже начинается, как говорится, другая эра, да? То есть более жесткое отношение к тем, кто принимал допинг и вообще к допингу. Ну, хотелось бы единственное, чтобы это не только к российским спортсменам, но и к всем спортсменам, всех видов спорта. Ну а вот у вас есть какие-то уже определенные, скажем так, предпосылки о том, насколько мы можем претендовать на град? Насколько сильная команда, насколько сильный боевой дух? Это, наверное, самое важное на данный момент. Ну, во-первых, это боксер. Как вы знаете, ребята сильные, мужественные и ответственные. Выставляет сборную Александр Лебзяк, олимпийский чемпион, который знает, что такое завоевать олимпийскую награду. Поэтому я уверен, что все боксеры только на победу, на выход в финал и уже готовы бороться в финале. Все мечтают, во всяком случае, даже дебютанты олимпийских игр. Я думаю, что здесь прогнозы... Александр Лебзяк, я помню, прогнозировал одну олимпийскую золотую награду. Здесь, мне кажется, это дело уже сейчас зависит от спортсменов. Обычно даже те, на кого не ставят, иногда побеждают. Я напомню, что Владимир Сафронов, который поехал на первую олимпиаду, будучи перворазрядником, стал первым советским олимпийским чемпионом. То есть каждый боксер может завоевать золото. Ну что ж, действительно, почему бы и нет. Все-таки теперь это уже не только дело чести, дело принципа. Спасибо большое. Александр Колесников, боксер, секретарь Московского отделения Федерации профессионального бокса России. Допущенный российский каноист Крайтер, россиянин, едет в Рио. Окончательное решение о допуске на игры приняла последняя инстанция, независимая комиссия Международного олимпийского комитета. Ну и, кстати, хорошее для них на этом заканчивается. Теперь спортсмен может подать в суд на эту федерацию международную гребли на байдарках и каноэ. Она ведь целенаправленно создает проблемы в вопросе участия чистых атлетов на Олимпиаде. Федерация не пускала россиянина на игры из-за злополучного доклада ВАДА. Там фигурировало имя каноиста. Но МОК не нашел причин, по которым гребец может пропустить главные старты четырехлетия. В допинге Крайтер никогда не был замечен. Федерация придралась тому, что гребцу просто не хватило достаточного количества проб на допинг, которые были бы проведены за рубежом. Ну, всего в Рио выступят 280 наших спортсменов. Это предварительная цифра. Я напомню, она может измениться. Финальное решение комиссии МОК ожидает в течение суток. Ну, в общем-то, в аккурат перед началом церемонии открытия. Заменить дисквалифицированных атлетов уже не сможем. Ну, зато поддержка у всех поехавших атлетов будет. Олимпиаду планируют посетить 12 тысяч наших болельщиков. Это уже неплохо, если учесть, что сейчас билет до Рио в одну лишь сторону стоит больше 100 тысяч рублей. Это без учета проживания в Бразилии и ценные экскурсии, которые перед стартами взлетели в несколько раз. Для примера, если в июне аренда пляжного зонтика на Капакабане была 5 реалов, то теперь за него просят все 20. Капакабан, Капакабан. Капакабан, Капакабан. Капакабан, Капакабан. Этими кадрами с лайфом поделились наши олимпийские надежды. До церемонии открытия остается меньше двух суток. В Москве из-за разницы во времени шоу увидят в 2 часа ночи 6 августа. На открытие приедут 28 мировых лидеров из 50 ожидаемых. Из-за плотного рабочего графика наш президент Владимир Путин в Бразилию не полетит. Но в Рио уже усилены меры безопасности. Над трибунами стадионов летают вертолеты, а все подходы к стадионам патрулируют вооруженные полицейские и солдаты. Но атмосфера праздника пока ничего не портит. Фанаты не дают ни малейшего повода для конфликтов. Это чудесное ощущение. Я живу в Рио уже 39 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы, бразильцы, должны показать себя с лучшей стороны и принять гостей со всего мира подобающе, чтобы они запомнили наше гостеприимство. Все очень хорошо. Это первая Олимпиада в Бразилии. Мы с семьей болеем за наших, но и остальные команды тоже уважаем и желаем им успеха. Ну и еще одна хорошая новость для спортивного мира. По решению МОК в Олимпийской программе станет больше видов. На Играх в 2020 году, они пройдут в Токио, добавится пять новых программ. Это бейсбол, софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. В нашем Олимпийском комитете заявили, что в сборной России неплохие шансы на медали в карате и скалолазание. В последнем виде спорта мы становились сильнейшими на чемпионатах мира как среди женщин, так и среди мужчин. Казалось бы, детская шалость, а нет, серьезная дисциплина. Включение скейтборда в программу Олимпийских игр обсуждали давно. При этом сами спортсмены выступали решительно против, говорят о том, что это лишит их индивидуальности и даже свободы. Организаторы решили пойти на уступки и не менять коренным образом эти соревнования. Скейтборд на Олимпиаде будет представлен в двух видах. На специальной площадке и на арене для уличных состязаний. В них примут участие 80 спортсменов, поровну мужчин и женщин. Сейчас такие соревнования также проводятся по всему миру, в том числе и в России. Скейтбординг появился в конце 1930-х годов в среде калифорнийских серферов, которые не могли заниматься своим любимым спортом, когда не было волн. Первыми скейтами были ящики и доски с прикрепленными колесами. Позже их заменили на доски из прессованных слоев древесины, похожие на те, которые используют сейчас. Для того, чтобы проводить соревнования, создана специальная система оценки трюков. Все судьи обычно опытные скейтеры. Выполняемые маневры делят на четыре категории. От легкого до суперсложного. И оценивают на 2, 4, 6 или 10 баллов. Основной руководящий орган в скейтбординге ISF. Это международная организация, в состав которой входит более 80 стран. Россия также страна-участник, так что наши спортсмены уже наверняка начинают готовиться к Олимпиаде в Токио. Александр Лансков, Live.